В любых поездках музыка всегда хороша, особенно даже в виртуальных поездках. Так что включайте свою любимую музыку или плейлист «Музыка на разные события». Здания, улицы и вообще все, что достойно внимания в Москве, все это в рубрике «Путешествия по Москве». «Путешествия по Москве» 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, начинаем опять со станции Московского метрополитена. Итак, станция Фрунзенская. Станция Сокольническая линия, расположенная между станциями Парк Культуры и Спортивная. Открыта 1 мая 1957 года. Фрунзенская является одной из последних станций в стиле Сталинского ампира. Фрунзенская названа в честь одноименных улиц и набережной. Первая, вторая Фрунзенская улица и Фрунзенская набережная. А они, в свою очередь, названы в честь военного партийного деятеля Советского Союза Михаила Фрунзе. Выход на Комсомольский проспект и переулок Хальзунова. Неподалеку 1-я, 2-я Фрунзенская улицы. Если пройтись по этим улицам, можно выйти на Фрунзенскую набережную. Итак, Комсомольский проспект. Тоже одна из проспектов, которая выливается на одну из вылетных магистралей. Это проспект Вернадского. Но об этом я расскажу чуть позже. А пока мы вместе со мной прогуляемся по Комсомольскому проспекту на участке от станции метро Фрунзенская до станции метро Парк Культуры. Кольцевая и Сокольническая линия. По пути буду рассказывать о тех зданиях, которые ныне сейчас есть. И в чем у них такого примечательного имеется в каждом конкретном здании. Вестибюль станции Фрунзенская расположена в МДМ, Московский дворец молодежи, дом 28 по Комсомольскому проспекту. В конце 80-х годов эта станция имела свой собственный вестибюль, но, увы, она была демонтирована и пристроена к этому зданию. Еще раз сказывается о каком-то жилом доме, дом 28. Наверное, скорее всего, либо это другое здание, либо, увы, жилой дом номер 28 не сохранился. Здесь жил театральный режиссер Андрей Гончаров, 1918-2001 годы жизни. Участвовал в Первом фронтовом театре ВТО, Московском театре Сатиры, Театре Ермоловой, Малом театре, Театр-студия киноактера, Московском драматическом театре Навалы Броны и Академическом театре имени Владимира Маяковского. Сейчас расскажу про, почему так называется Фрунтинская. Первое проектное название станции была Хамовническая в честь одноименной Хамовники, современный район, а они, в свою очередь, названы в честь Хамовных Слободов XVII-XVII веков. Хамовническая набережная, первая Хамовническая, вторая Хамовнические улицы существовали, когда появилась советская власть. До 1956-го улицы, до 1928-го года Набережные названы Хамовническими. Когда начали упоминать выдающихся деятелей военных, партийных в Советском Союзе, некоторые улицы были переименованы в честь Михаила Фрунзе, военного партийного деятеля Советского Союза. Была еще попытка переименовать улицу Хамовнический вал. Ну, поставьте место Хамовнический, Фрунзенский. Еще получается улица Фрунзенский вал. Но получается какая-то нелепость. И поэтому от этой названия улицы отказались. И вернули исконно московское название улицы. Улица Хамовнический вал. Вот душистая сирень. В принципе, здесь такое очень озелененная территория. А вот что за этой сиренью и за этими озелененными территориями у нас находится? А это у нас находятся Хамовнические казармы. Дома 18, 20 и 22 по Комсомольскому проспекту. Построены в 1807-1809 годах по проекту Михаила Казакова Таманского Луижа Русска. Позднее перестраивалась архитектором Федором Рихтером. Дом 23 дробь 7 по Комсомольскому проспекту в принципе она ничем не примечательна. Обычный жилой дом. Но ранее на этом месте стояла деревянная церковь святого Георгия Сумского гусарского полка на Хамовническом плацу. Который до наших дней увы не сохранился. Следующее примечательное здание на нечетной стороне Комсомольского проспекта дом 21 дробь 10 в этом здании находится кинотеатр Горизонт построенный в 1966 году. Вот они Хамовнические казармы о которых я ранее говорил. Кстати имеется фотография очень старая перед Хамовническими казарями было вообще ничего один пустырь. Ну вот пожалуйста вам на сравнение сегодняшней недели. Хотя здесь тоже здесь немного лучше но конечно без автомобиля тут не обойтись. вот вы видите четырехэтажное здание да? А вот чуть-чуть дали вон там такое желтое здание это дом 19А по Комсомольскому проспекту это здание Гаутвахта построенное в 1808 году Так вот здесь даже сохранилось сохранились точнее некоторые таблички Так что здесь Адрес 1812 года Хамовнические казармы построенные в 1800 в 1800 годы по проекту Русска для размещения трех полков Летом 1812 года Хамовнические казармы стали сборным пунктом Московской военной силы ополчения В составе ополчения прошел войну Жуковский принял участие в Бородинском сражении Вяземский Полк в котором записался Грибоедов оставил Москву одновременно с регулярной армией Так ну вот еще здесь А ну вот как раз об этом говорится Здесь во время Отечественной войны 1812 года формировались полки Московского ополчения Так Вот как-то мы уже немножко отошли от Комсомольского проспекта Вон видите там вдали вот это мост Лужники а там дальше это уже Воробьевы горы Так Ну что ж продолжаем гулять по Комсомольскому проспекту При следовании в центр Комсомольский проспект выливается сначала на улицу Остоженко и продолжается до станции метро Кратплоткинская Сокольническая линия или Храм Христа Спасите А потом вливается на улицу Волхонка и вливается уже на Боровицкую площадь и соответственно и на Моховую улицу Это если следовать центр А если следовать из центра то Комсомольский проспект сначала вливается в мост Лужники Кстати мост Лужники это не только автомобильный мост а еще и метромост проходит Сокольническая линия метро и расположена станция Воробьево горы Это самая высокая станция на Московском метрополитене расположена на высоте в 10 метров и самая самая длинная станция на Московском метрополитене Длина платформы больше 200 метров потом после моста вливается на проспект Вернацкого проход через станции Сокольническая линия метро и вливается в Ленинский проспект в районе станции метро Тропарева Сокольническая линия Обратите внимание на возвышенное такое здание бежевое Это здание Министерства обороны Российской Федерации Так Дальше у нас следующее примечательное здание Это дом 13 по комсомольскому проспекту Это Шефский дом Парник архитектуры здания начала 19 века Архитектор Гейден Имеет в своей основе палаты Впервые упоминаемые в описи 1729 года Как видите Шефский дом сейчас на ремонте уже обобщенный я не знаю что происходит реконструкция или реставрация я этого точно не знаю так ну что мы упираемся на улицу Тимура Фрунзе я так понимаю а нет Тимура Фрунзе у нас будет чуть дальше так возникает вопрос что это тогда это за улица хотелось бы очень знать так вот еще примечатель Комсомольский проспект дом 16 дробь 2 вот об этом еще что-то здесь говорится так это тоже галп-вахта начало тоже 19 век так а это Ксеньинский переулок я вообще впервые слышал об этом переулке вопрос куда она ведет очень хотелось бы знать ладно пойдемте дальше так значит у нас улица Тимура Фрунзе у нас будет чуть позднее мы подойдем к нему попозже так ну что продолжаем гулять по Комсомольскому проспекту и дальше у нас никаких примечательных зданий особых нет ну что мы подошли наверное к одной из как бы малоизвестных достопримечательностей Москвы это у нас будет церковь так ну вот у нас церковь так это храм святителя Николая Мерликийского в Хамовниках построенный в 1679 1682 в 1882 годах в 1925 в 1935 в 1935 в 1936 в 1932 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну и осталось у нас завершающее примечательное здание. Это дом 3 по Комсомольскому проспекту. Это доходный дом Чудового монастыря, построенный в 1909 году. Архитектор Иван Машков. Первое упоминание и дата основания монастыря Чудова. Слушайтесь! 1365 год. Середина 14 века. Но, увы, Чудов монастырь до наших дней не сохранился. Комсомольскому проспекту. Как я и говорил, что Комсомольский проспект вливается в улицу Остоженко. Комсомольский проспект пересекается с Садовым кольцом. Неподалеку от станции метропарк культуры Кольцевая и Соконническая линии. И неподалеку от Крымского моста. Единственной на весной Москве. Но не самые длинные в мире. Самые длинные в мире находятся в Соединенных Штатах Америки. Итак, станция Фрунзенская. Является, можно сказать, последней станцией, построенной в стиле сталинского ампира. Говорил Иоанн, что она была открыта 1 мая 1957 года. А это уже год правления Никиты Сергеевича Хрущева. Ранее вышло его постановление о борьбе с излишествами. Ну, станция как-то претерпела это постановление. Вышло в этом сталинском образе. Никита Сергеевич Хрущев на десятилетия лишил Москву искусства западного, импортного. И любоваясь только вот на... Как бы... Не хочу упоминать фамилию. В общем, вы сами понимаете, о ком речь идет. Так, ну что, сейчас мы дойдем до Крымского моста. Там осмотримся, как все. Ну, там это парк Горького. С одной стороны. А с другой стороны ЦДХ, Цитровин дом художника на Крымском валу. Третьяковская галерея на Крымском валу. Чуть подальше будет памятник Петру Первому. Один из высоких памятников в мире. Самый высокий памятник в России. И чуть дальше полуостров бывшей фабрики Красный Октябрь. Я отправляюсь дальше путешествовать по Москве, куда следите на канале. С вами был я, СМЗ. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, что смотрели. Пока.